Добрый день, дорогие мои. Вы на канале Приют Ангелов. С вами Народный Батюшка. Мира и добра вам от Пресвятой Троицы. Вчера были гости, хорошие гости. Мы с ними долго сидели, разговаривали обо всём. И в ходе разговора родился вопрос, почему нет теперь старцев. И для меня был вопрос немножечко неожиданный. Я как-то перестал следить за тем, что в церкви происходит с духовной точки зрения. Но я помню, что действительно у нас во время пандемии очень много умерло священников. По-моему, 600 с чем-то или 700 с чем-то человек. И среди них большое количество, конечно, престарелых. Тех, кто старцами считался. Если Бог даст память в Троиц-Сергиевской лавре, называли, что умерло 16, по-моему, старцев. В Дивеево 8 старец. Ну, это, видимо, схемонахини там или ещё кто-то. Ну, и в других местах очень много действительно умерло хороших людей, которые, можно считать, значились старцами и имели большое значение для того, чтобы духовное обучение, духовное сопровождение, чат своих и вообще на церковь своим духом каким-то образом влиять. Да, я вот всю ночь продумал об этом вопросе. Шучу, конечно. И решил, что вам тоже объясню. Я им вчера объяснил немножечко, но вам тоже сейчас объясню, почему я считаю, что старцев нет и в ближайшие времена не будет. В ближайшие времена не будет. Потому что, ну, сразу скажу, потому что наступила другая эра. А вот какая эра, давайте мы с вами разбираться. Поскольку я уже встречаюсь с несколькими вариантами объяснения того, что происходит и в каком мы с вами мире сейчас живём. И первое, что я вам когда-то уже озвучивал, это, например, точка зрения Дмитрия Сергеевича Лихачёва, очень уважаемого, очень духовного, настоящего верующего, я вообще считаю, что святого человека. Почему наша церковь не рассматривает вот сейчас в наши времена таких людей, как тех, кого можно канонизировать, я не знаю, но я бы вот его канонизировал как святого. Так вот, Дмитрий Сергеевич в своё время объяснил, что мы переходим в разные времена, в разные сознания. И говорил, что вот даже на Руси до 19 века преимущественно было мифологическое сознание. Мифологическое. А с 19 века начало общества переходить в прогрессивное мышление. Сначала в высокоразвитые, как говорится, общества. И те, кто наукой занимался. Ну, в общем, развитие, ну и духовные лица. И мы с вами видим одно из в духовной сфере лиц, кто показывает переход от одного мышления, мифологического мышления, религиозного, а в другое, можно так сказать, в прогрессивное или научное мышление. Это Феофан Затворник. Святитель так интересно переработал и разобрал до него написанные духовные, значит, предания, что они стали понятны интеллигентному обществу. Стали понятны. Эту же попытку еще более, можно так сказать, привязать к современности сделал Иоанн Кронштадтский. А Игнатий Бритчанинов, как описал, уже вот таким прогрессивным или теолого-научным языком всю предыдущую эпоху, он просто стал у нас святым за это объяснение. Мы его так и принимаем как святой, поскольку он, можно так сказать, обобщил и уже на прогрессивном языке для прогрессивной эпохи описал, как стать настоящим христианином. Ну, я туда же отношу психотерапию Влахаса, митрополита. Это вообще уже прямое, можно так сказать, вхождение в науку, в частности, в психиатрию. В психологию, в физиологию и так далее и тому подобное. Так вот, эта точка зрения, что было мифологическое мышление, стало прогрессивное мышление, оно меня более-менее удовлетворяет, что с ростом прогрессивного мышления появляется у людей самостоятельность. У него появляется свое мировоззрение, у него появляются свои какие-то понятия, и как ему жить в этом мире. И, естественно, он взрослее вот в этом мировоззрении начинает отказываться от руководящих им родителей, руководителей, и старцы ему вроде как бы и не нужны. Я это видел, кстати, и на своем примере, когда я к отцу Науму привозил много различных людей. Батюшка с ними беседовал, и получалось так, что одни оставались у него в попечении, им он очень нужен был. Прямо вот его руководство помогало им дальше разбираться в этой жизни и что-то такое находить. А другие, ну, послушали, ну и ладно, ничего я такого нового себе не нашел, и уезжали. Вот. У них было другое. Но, тем не менее, эта концепция двух миров по мышлению, она недостаточно четко объясняет, почему же теперь нет старцев. Есть еще одна интересная концепция, которая в какой-то степени относится к тому, что я вам расскажу в конце, и она объясняет мировоззрение с точки, называя три этапа развития человечества. Это теологическое, фиктивное, фиктивное, теологическое, назвали. Я уж не буду автором называть, чтобы вы его не ругали, этого автора. Хотя в конечном итоге мы с вами придем почти к этому же. И называя фиктивным то время человечества, когда оно не осознавало себя, но было насквозь религиозным, мне кажется, неправильно. И теологическим его это время можно назвать, но не обозначена главная суть этого времени, к которой мы придем чуть позже. Метафизическое, абстрактное. Вот это метафизическое, я бы так сказал, и совпадает с понятием мифологическое. Дмитрия Сергеевича Лихачева. Но я тоже не соглашусь, что это все-таки мифология, сплошная мифология была. Я другой точки зрения придерживаюсь к этому этапу, и мы с вами придем. И вот научные, это позитивные мышления. Начало 19-го, это да, в 19-м веке. Так вот, эту точку зрения я специально вам, автора, сразу не сказал. Теологическое, метафизическое и научное разделил мир на этапы такого развития, Эрнст Мах. Но, тем не менее, уже прочитав его, или зная друг друга, из вот этого размышления Маха и других, конечно, философов, там, начиная от Декарта, все время думали, как мы мыслим, и все остальные, и Ньютон, и все остальные высказывали свою точку зрения на мир. Все-таки чуть позже Поппер предложил теорию трех миров. Три мира. Теорию трех миров. Причем она до сих пор действует, эта теория, и с неким пониманием через нее, что такое первый мир, второй мир, третий мир, мы с вами можем осознать, как те, которые говорят о этом мире, думают об этом мире. Думают об этом мире. Так вот, в теории Поппера эти три этапа делятся на мир, ну, давайте действительно говорить, теологический. И этот мир, когда у человека еще не сформировано личное сознание, есть коллективное сознание, и он руководствуется Богом, этот мир. Я бы так сказал, что человек напрямую руководит людьми, пока они еще не поумнели, пока у них еще нет сознания. Он дает им понятие религии, через религии научает их общаться с собой. Ну, не только Бог, но и лукавый, как говорится, тоже некоторых людей в своей религии втянул, и они к нему начали обращаться, и у него получает знание, как в этом мире жить. Ну, правда, тупиковую точку развития он им всегда предлагает. И в это же время, еще теологическое время, когда Бог руководит и объясняет, как жить каждому индивидуально, через религиозное, через рефлексию, через разговор с Богом приходит Христос, который объявляет новую веру, новую веру. И вот новая вера называется, я бы назвал ее так, время сознания. Нет, Поппер ее немножечко по-другому назвал. Сейчас я вам открою и скажу точно, как он ее назвал. Мир человеческой психики. Состояние сознания. Ментал статус. Ментал статус, наверное. Я не силен в латыри. Вот это второй мир. Когда появляется у человека индивидуальное сознание и коллективное сознание, которые дают ему мировоззрение, и он становится собственной единицей в этом мире. Я бы так сказал. То есть ведь вот не все, это понятно европейцам или русским, понятно, что он я, единичное я. Но, например, в Китае сохраняется до сих пор вот эта форма сознания как коллективное я для каждого человека. То есть он не мыслит себя без окружающих, без семьи, без коллектива и так далее. Он себя единицей китайцы не представляет. Вам непонятно это как. И мне не очень понятно, потому что я и есть я. Я и есть я. Но представить, что, например, стая рыб или стая птиц себя ощущает по-другому, как личность, которая может напугать большую рыбу. Вот это коллективное мышление, коллективное я. Оно было присуще всему человечеству в теологической эпохе. А когда появляется сознание и начинает выделяться индивидуальное сознание, то у человека мир становится мир тем, который он сознанием этим и воспринимает. то есть и руководство в этом мире переходит в руки кого? Умных людей. Умные люди. Они становятся популярны. Умные люди становятся лидерами. В том числе революции. В том числе революции. Французскую революцию сделали учёные, которые сказали, что хватит нам в темноте жить. Давайте жить по науке. Ну, кстати, и революцию 1917 года в большой степени подготовили учёные. Учёные, которые считали, что наукой они создадут коллективное мировоззрение, в котором все по-доброму, каждый осознавая себя чётко и понятно, будем жить. Ну, маленечко Ленин предвосхитил всё это, разрушил, сказал, что не, пока не все нам нужны. Не все тут умные, не все тут важные. Есть у него возможность стрелять. Вот он умеет. Ну, вот он нам пригодится. Убьют его. Ну, ладно. Будущее поколение воспользуется тем, что он натворил. И наубивали. Учёных наубивали. Развитых. И так далее, и тому подобное. Поэтому вот этот второй этап считается у Поппера, что он до XIX века существует. А в XIX веке начинает отходить. А у нас именно в XIX веке, начало XX, всплеск старчества. Помните, наши старцы становятся знаменитыми. И вся интеллигенция конца XIX века едет и начало XX века едет к старцам в Оптину пустынь. И старцы становятся, можно так сказать, лидерами мышлений. Один из них – Распутин. Распутин всё-таки был старец, как мы не говорим. Он был в религиозной, народной среде признанным старцем. Только поэтому он попал в царскую семью, что уже был признанный старец. И она стала его слушать. И стала слушать кого? Старцем. То есть она отчаялась управлять самостоятельным умом в эпоху сознания. решила, что есть то самое руководство Богом трансцендентальное, которое было раньше. И когда весь мир казался хорошим, все верили, все вместе шли креститься, все вместе шли побеждать немцев, крестоносцев и так далее. И тому подобное. То есть показало, что в этом возвращении в трансцендентальную эпоху, в религиозную, мы попадаем одновременно под руководство Бога. Но Бог немножечко, видимо, хотел по-другому поступить. Бог отказал в руководстве. Он дал руководителей земных. Вот их слушайте. И давайте им подчиняясь, идите в новое так называемое светлое общество. Я считаю, здесь вот и появились те неправильные руководители в виде Маркса, Энгельса и их последователя Ленина, которые не божественную, а свою личную, из своего сознания, вот мировоззрение, точку зрения выставили и посчитали, что они есть те гении, которые могут распоряжаться жизнями людей для того, чтобы привести их к чему? К чему? К какому миру? Так вот, смотрите, начиная с XX века, я согласен совершенно с Поппером, появился мир продуктов человеческого сознания. Продуктов человеческого сознания. То есть к XX веку люди, можно сказать, все основные законы природы открыли через предыдущих учёных или переработанные тем же Эрнстом Махом. Эти законы стали понятны и взаимосвязаны. Вот Эрнст Мах в своей работе механика переработал всё, что до XIX века Ютон, Платон, Архимед, Аристотель, можно так сказать, выдумали. Показал на их ошибках, как должно быть по-настоящему и создал вот эту современную механику. От него пошла вся кибернетика, можно так сказать, современная механика. От него, ещё раз, я там в другой лекции говорил, что имеем гиперзвуковые ракеты, мы потому что Мах объяснил, как это делается. Так вот, наступившая эра воплощённого человеческого сознания, она постепенно перешла в то, что вот в этом воплощении мы все теперь и живём. Я сейчас оглядываю свою комнату и от того первого, который, кстати, Поппером назывался «Природный мир», это я теологическим, а он его назвал, давайте я вам правильное название у Поппера скажу, как «Мир физических природных процессов и явлений». То есть в природе жил человек, и он в природе себя стал чувствовать другим, потому что было руководство Богом. Ну, я действительно просто рефлексировал, и Господь помогал. Так вот, я смотрю вокруг, вот только несколько цветов, которые Матушка держит в горшках, можно считать природой, хотя это тоже уже сознание человека. их принесло, посадило в этот горшок, значит, поливает Матушка их, когда нужно, и так далее. Они бы не выжили без воплощенного сознания человека. У нас есть понятие, как это делать, и мы всё сделали. Мы сделали, мы сделали до того, значит, весь искусственный мир, что у нас появились вот такие гаджеты, гаджеты, мне так интересно всегда, гаджеты, которые нам открывают весь мир, мы через него во всём мире можем теперь находиться, связывают нас с этим миром, и по своей сложности составляют, я бы сказал, вот в этом гаджете больше науки, чем во всей науке 19 века. В ней столько чипов, кстати, боятся некоторые значит, религиозные люди брать чипы, паспорта с чипами, говорят, о, чип будет, вот вчера я такое видел, а вот в этом смартфоне тысячи чипов, вот, тысячи тех, которые в паспорте, грубо говоря, загнаны, и он спокойно этот человек пользуется этим смартфоном, не хочет брать с маленьким чипиком паспорт, но зато держит смартфон, в котором тысячи миллионов этих чипов, которые постоянно считывают с него биометрию так называемую, потому что смотрит в камеру, разговаривает, всё снимает, не то, что в том чипике в паспорте. Так вот этот мир воплощённого сознания человеческого привёл к тому, что мы живём в искусственном мире, в искусственном, всё вокруг искусственное. Мы с вами едем в машине, созданной человеком, едем по дороге, созданной человеком, видим здания, которые созданы человеком. То есть у нас природа только вызывает восхищение, когда мы вдруг её видим более-менее ещё бывшие, настоящие. Ой, какой лесочек стоит, ой, да, ой, деревце растёт. То есть у нас природа уже не вызывает, во-первых, связи с ней такой, как раньше была, во-вторых, зависимости. Вот та идея, когда Ленин, нет, не Ленин, это Маркс сказал, на самом деле, он просто сказал, что мы не должны поддаваться природе, мы должны всё от неё взять. Всё. То есть мы не должны в теологический мир, вот в тот мир, где природа была в том числе и нашей сущностью, и мы были частью природы, имели отношение с Богом и руководство Бога, нам не нужны. Не нужны те, кто ведёт к этой природе, к такому и этому. Поэтому ликвидировали священников, ликвидировали под очень шумную критику, которая по всему миру разлетелась. И по всему миру прямо резкое снижение в начале 19-го, в начале 20-го века было вообще религиозности. То есть некоторые страны вообще отказывались, что нам тоже церкви не нужны, хоть и не убивали священников, но говорили, не, мы наукой проживём. Так вот в этом искусственном мире мы уже тяготеем к тому, что нами управляет не Бог, не Его представители, которые слышат ещё Бога и нам передают. Да, старцы, кто это такие? Это вот те, кто рефлексирует, кто имеет связь с Богом и передаёт. А мы говорим, нет, нам теперь не надо. У нас вон есть гаджет, он нам всё объяснит. И руководство мира переходит под искусственный интеллект. То есть нами уже не просто не Бог, нами уже не гении, а любого святого можно гением назвать, то есть не люди передовых взглядов и, значит, духовно имеющие связь руководят, а нами всё больше руководит смартфон, телевизор, а государствами начали руководить суперкомпьютеры. Это уже установленный, грубо говоря, факт, что те, кто выглядит на экране как руководитель страны, на самом деле получают все рекомендации с суперкомпьютеров и чем больше у кого суперкомпьютеров, тем больше якобы страна и мощнее. Поэтому мы видим в самой так называемой там действительно больше всего суперкомпьютеров, хотя некоторые уже уверяют, что Китай обогнал Америку по количеству суперкомпьютеров, просто не говорит. Но мы видим, что тот, кто озвучивает какие-то простенькие выводы суперкомпьютеров и может быть на этом месте, то есть уже сами мозги того, кто руководит, никому не нужны для руководства. К сожалению. Потому что искусственный мир тяготеет к руководству искусственному. И это реальная опасность того, что мы не Богом будем руководимы, не умными людьми будем руководимы в конечном итоге, а будем руководимы значит искусственным интеллектом, который нас будет по кругу водить. На самом деле вся задача искусственного интеллекта сделать из нас потребителей. Вот чтобы то, что выпускают торговцы, мы купили, использовали. Та же самая суть у тех маленьких уже искусственных так называемых интеллектов, которые продаются теперь на каждом шагу, это всякие умные колонки. Это страшная вещь, когда умную колонку ставят рядом с ребенком и умная колонка учит ребенка как жить. Или делаются него уроки, как теперь искусственный интеллект уже признали возможность с помощью его учиться. Помните случай был в прошлом году, как студенты изобличили в том, что он оказывается учился все забирая из суперкомпьютера. Туда темы давал, он ему выдавал тексты, он их сдавал и получал пятерки. В конечном итоге сказали, как так? Не видно, что он умный, а почему такие умные тексты? Разобрались, но в конечном итоге признали, что если это есть, надо использовать, и это использование тоже помогает. И вот это-то и ведет людей к отказу от руководства скажем старцами. Четко точно так же упала можно так сказать авторитет преподавателей. Он сидит в школе с интернетом ученик и проверяет, что преподаватель ему дает. Или я сейчас у нас теперь студент есть, Санек стал студентом, так вот он рассказывает, что он сидит на лекции у него трудности, сидит с ноутбуком. Ему нужно восстановить два погибающих диска на разных удаленных компьютерах, там, чем-то заразили и так далее. То есть, он сидит, делает высокотехнологичную программную работу компьютерную, такого уровня выпускника мифи, там, вот. В это время ему преподаватель задает вопрос, который, ну, я не знаю, наверное, в общем, было так смешно слушать, что задает преподаватель, я вот специально не говорю о каком вопросе, а то думаю, вдруг преподаватель этот ролик увидит. Вот. Но преподавателю хотя бы узнать, на каком уровне студент, чтобы его учить, но то, что он у него спрашивает, Санек знал уже 10 лет назад, то есть, когда только я его знакомил с этими компьютерами. А нет, какой у него авторитет? Никакой, он никак, преподаватель ему ничего преподать не может. Нет, мы с ним договорились, ты подожди, может быть, он тоже такой же уже развитый, как ты, может быть, у него все-таки это, говорит, в конечном итоге у тебя хотя бы время есть что-то поделать, пока ты сидишь на этой уроке. Да, 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 да. Ему просто поставили, сказали, все, может никуда не ходить, оценки мы тебе все уже выставили, уже все разобрались. вчера он мне рассказал, а я уснул и подзабыл. Так что вот этот авторитет руководителя, это был авторитет мира сознания человека, когда вот формировалось сознание у некоторых, и оно еще не было до конца выработано мировоззрение, и человек хотел, чтобы им руководили, чтобы до чего-то дойти. Лично я, встретившись с отцом на ум, увидел такого руководителя для себя очень важного, хотя до этого уже столько всего прошел, в каких-то религиях участвовал, какими-то философиями занимался, заканчивал, учился в разных вузах и все остальное, и вдруг я увидел, вот кто знает куда идти, и пошел, и, как говорится, не прогадал. Теперь не видно, за кем идти. Конечно, современная школа пытается вернуться к такому отношению, которое описал в свое время Константин Дмитриевич Ушинский. Вот мы с вами будем в марте его читать, я купил полное собрание сочинений, и я вас попытаюсь через него научить, как распознать свои мозги, вот, как научиться учиться, и как научиться учить, вот, и может быть стать через это авторитетом для своего ребенка, для своего внука, или для своих учеников, если будут слушать учителя, я считаю, что им будет полезно наши вот эти лекции послушать. а пока хочу вас призвать к тому, чтобы вы приняли как реальность вот эту новую эру, я о ней уже говорю, начиная с десятого года, но, может быть, чуть попозже, с пятнадцатого я примерно начал осознавать, что другая идет, что мы вот это сейчас потихонечку уйдут все эти старцы, и мы в растерянности будем искать, а что же нами будет руководить, какая будет система нами руководить, кто будет нами руководить. Я предполагаю, еще раз предполагаю и считаю, что мы должны вернуться к отношениям с Богом, то есть научиться рефлексировать. Через это отношение мы сможем вновь ощутить общность людскую и наше единение с природой и с трансцендентальным миром, с религиозным миром, с миром нематериальным, с идеальным миром. Это нам предложил Христос, нам же это, но к сожалению вижу, что в данном случае православие, которое сейчас в нашей патриархии можно так сказать, дается, оно вообще к этому никак не ведет. У нас утеряно вообще начинавшиеся с Феофана Затворника научные теологии, продолженные Иоанном Кронштадтским, я вам уже упомянул, бренчанином, но и многими философами, Соловьевым, Ивановым, Флоренским, естественно, вот это надо все читать, все эти. И мы сейчас о чем говорим? Как Кураев поссорился с патриархом, как патриархов не взлюбил там еще кого-то и так далее. Я даже не хочу эту тему поднимать, потому что это никакого отношения к религии не имеет. И это вообще не имеет никакого отношения с отношениями с Богом. И я считаю, что вот эта эра это когда в первую вот ту природную теологию, телософскую эру Бог руководил всем обществом людей, потом он руководил обществом через индивидуальных людей, то в этой эре мы становимся индивидуальными и у Бога отношения с нами индивидуальны, у каждого своих. Вот. И он, на мой взгляд, потому и появились дети такие особого чувствительности, особого ума и так далее. И он, на мой взгляд, берется руководить каждым индивидуально теперь. Каждым индивидуально. Поэтому это только ваша проблема, что вы не знаете, кто вами руководит, и не знаете, что делать, и не знаете, куда идти. Вот. Я лично для себя знаю, что делать. Мне как-то нормально в этом мире, и старцы мне нужны, но как те, которые были, так, надеюсь, те, которые есть. Но есть же для этого духовная связь. Духовная связь. Не обязательно ездить и искать кого-то. Вот так. Так что, не знаю, поняли вы или не поняли мой ответ, но коротко он заключается в том, что мы живем в те времена, когда каждый Бог руководит индивидуально. То есть мы созрели в своем сознании до состояния Адама и Евы, которые должны были индивидуально с Богом иметь отношения. Вот. Ну вот, пожалуйста, имейте. Именно эти отношения предложил Христос. Ну вот, изучайте хорошенько христианство. Вот. Как стать таким? Ну, будьте православны. Потому что православные аскетика, и сихазм, правила жизни, посты и так далее, все ведут к тому, чтобы вы эту связь восстановили с Господом. Что ваше сознание очистилось от всякого мусора, от всякого навоза, который там есть, освободилось от того, что идет с телевизора из гаджетов вам и нашло отношение с Богом. Вопрос, зачем вам это? Вот этот еще вопрос. И я вас уверяю, если у вас нет делания, которым вы хотите послужить Господу, если у вас нет служения, то а зачем ему тогда с вами общаться? Зачем? Поэтому выберите дело, которым хотите заняться в последние свои годы, десятилетия или восставшую свою жизнь, и тогда он вам придет и поможет сделать то, что вы хотите, если это дело доброе. Вот так. Так что здоровья вам всем, мои хорошие, радости, аминь. Аминь.